Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Деморализует ли беременность внешность Дилана? Сможет ли Бэрон защитить свою семью? Будет ли Дилан слушать Бэрана? Смогут ли Карабеи предотвратить злодеяния Дживахира? Убьет ли Баран Дживахира? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы выстрел раздался не из пистолета Барана и чтобы полиция забрала Дживахира, чтобы руки Барана не были обагрены кровью, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! По мере того, как Дилан набирает вес, ей становится некомфортно из-за своего другого внешнего вида в зеркале. Как и каждая беременная женщина, она пройдет через временный процесс. Из-за того, что она набрала вес, она будет думать, что она уже не такая красивая, как раньше, или даже что она стала некрасивой. Но, как всегда, Бэрон расскажет Дилану о прекрасных сторонах беременности, чтобы избавить его от этих мыслей. Таким образом, при поддержке Барана Дилан в короткие сроки переживет этот период. Благодаря своему человеку Баран узнает, что Дживахир пришел совершить набег на особняк. И теперь, когда он узнал, он примет меры предосторожности, предупредит всех женщин, чтобы они не покидали спальню, и приготовится к встрече Дживахира с братьями и отцом. Как только Дживахир войдет в дверь особняка, он поймает его и конфискует пистолет. Дживахир растеряется от произошедшего и превратится в кота, пролившего молоко. Пока Дилан и другие женщины беспомощно ждут наверху, встревоженные и напуганные, госпожа Азади на всякий случай нацелится на дверь с винтовкой в руке. Дилан Бэрон сдержит свое слово и не выйдет из комнаты, чтобы защитить своего ребенка, несмотря ни на что. После захвата Барана Дживахира его братья и отец нейтрализуют остальных мужчин. Даже если Дживахир попадет в руки Барана, он, как всегда, попытается спровоцировать Барана своими ядовитыми словами. Но в этот момент Акиф и его друзья-полицейские получат известие о том, что Дживахир совершил обыск в особняке и придут к ним. Акиф либо ранит Дживахира, сказав Барану не создавать себе неприятностей, либо выстрелит в воздух и не позволит Барану выстрелить в Дживахира. В то же время, возможно, именно господин Надир выстрелил из пистолета и последовал за своим сыном Дживахиром, чтобы спасти его. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.